Дорогие друзья, в Петрозаводске очень серьезное событие. К нам приехал потрясающий скульптор, и перед Новым Годом, посмотрите на эту скульптуру, он представил нам Деда Мороза. Сейчас мы вам покажем несколько работ Виктора Воцкого, именно такая фамилия у этого скульптора, которые выполнены вот именно в таких вот малых формах. Они еще выполнены в некой такой пиксельной манере, когда, ну вот, это что-то такое, как некий знак, который предстает перед нами. Это Дед Мороз. Это, кстати, из всех скульптур, которые мы сейчас увидим, имеет самую большую голову. Обычно у Виктора Воцкого из всех вот этих кубиков, с которых собирается фигура, голова – это самый вот небольшой кубик. В данном случае Деду Морозу, может быть, перед Новым Годом выполнена эта работа, она самая большая. А почему эти работы вот такие небольшие? Я так понимаю, что они имеют прагматичное значение. Вот работа, которая может быть, это бег, человек бегущий. Они могут быть взяты как макет для будущей скульптуры и поставлены, например, ну вот у нас вот стадион «Спартак». Вот может перед ним стоять такая фигура, конечно, и очень здорово, такая одноцветная, желтая. А если посмотреть вот с этого боку, посмотрите, с той стороны, с той стороны просто взят кусок свастики. Свастики, не как в нашем представлении, что это некий нацистский знак свастика, это исчисляется, наверное, 8 тысяч лет назад уже была свастика у народов Африки, у народов Азии, в доколумбовское время. Это было движение к солнцу. И вот он использует, посмотрите, если можно попробуем с этой скульптуры, я провожу. То есть вот когда рассматриваешь фигуру с разных сторон, она превращается в буквы, в символы, в товарные знаки. И вот так сегодня смотрит, видит мир Виктор Водский. Однако Виктор Водский всегда оставляет в основе человека. То есть вот эта девушка с ведром, вот ведро округлой формы, вот женщина округлой формы. В основе есть человек, но человек квадратный, округлый, идет какая-то геометрия человека. И нам дают возможность взглянуть на некого квадратного, геометрического человека, человека, живущего в некоем коридоре. Не живого человека, а человека другой, может быть, увидит, в котором уже произошла некая ампутация души. Что это такое? Мы все читали роман Замятина «Мы», написанный в 1920 году, когда живут не люди, а живут номера. И когда по ходу сюжета у Замятина происходит ампутация души, возможно, он так видит мир. Мир очень динамичный, наполненный, но мир, где человек превращается в номер. Водского интересуют не просто люди в основе, а некие регламентированные люди. Я уже вам говорил, обратим внимание на то, что какая маленькая голова, как много тела, как много динамики, плоскостей, геометрии и маленькая голова. Или вот этот мотоцикл. Опять же, главное это фигура человека, два колеса и маленькая голова. Кстати, вот эта красная скульптура, это, знаете, какое любопытное название? Никто не догадается. Микки Рурк. Взят за основу Микки Рурк, очевидно, из какого-то своего блокбастера и тоже с маленькой головой. Но, чего не скажешь, конечно, про Микки Рурка, но так видит водский современного человека. Потрясающая выставка, интересное восприятие мира. Я думаю, что надо не пропустить и обязательно посмотреть встречу с этим потрясающим талантом Виктора Воцкого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова